Ключевые события года экологии в регионе, а также изменения профильного законодательства стали основными темами на уже третьем в этом году пленарном заседании Общественной палаты Мурманской области. Орган работает с 2008 года и ныне действующий созыв уже пятый по счету. Подробности встречи в нашем сюжете. С 1 января вступил в силу новый федеральный закон о региональных общественных палатах. Согласно документу, будущий шестой созыв будет урезан наполовину. Вместо 45 экспертов в состав идет всего 21. А вот срок полномочий специалистов наоборот увеличится. Также в палате появится свой аппарат, то есть технические работники, чего раньше не было. По словам секретаря, такие изменения не скажутся на главных функциях органа, обсуждении социально важных вопросов и взаимодействии с общественными организациями. Тем более, что за эти годы Общественная палата наработала методику взаимодействия с теми, с общественниками, которые не входят в состав Общественной палаты. Поэтому у нас существует много комиссий, вернее не комиссий, а рабочих групп и экспертных советов, где по регламенту могут входить не только члены Общественной палаты, но также и другие граждане. И даже представители органов власти. Также участники встречи познакомились с программой Года экологии Мурманской области. Перечень событий презентовала министр природных ресурсов региона Эльвира Макарова. Среди глобальных изменений, которые должны заметить все жители региона, это создание на территории области двух полигонов по переработке отходов, в северной части объект должен заработать уже во второй половине этого года. Огромную роль в решении задач природоохраны сыграли крупные промышленные предприятия. Надо сказать, что первый квартал на исходе года, и он уже отмечен значительными мероприятиями, заключен ряд знаковых экологических соглашений с крупными предприятиями, природопользователями нашей области. Надо сказать, что объем финансирования нашего плана порядка 3 миллиардов рублей, 97% этой суммы, это вклад, конечно же, предприятий. Разработана программа по очистке Кольского залива от затонувших судов. На эти цели потратят около 50 миллионов, подъемом и утилизацией будет заниматься Росрау. Также в этом году откроется национальный парк Хибины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова